всем привет отвечу на несколько вопросов о последнему видео которое было по sky сфере точнее как создать свое небо сразу же первый вопрос был как убрать вот этот шов точнее как это все создать красиво сделать бесшовную текстуру и также еще были вопросы как вообще поставить sky сферу если ее в поиск актерс там где находятся все наши элементы и нету sky сферы да есть sky атмосфера и skylight вот эти как раз таки мы и разберем для начала давайте начнем со шпа и как вот эта штука убирать которые нас прямо на краях нашей sky сферы начинает сжиматься мы это поправим но конечно быстренько открываем наше изображение которое у нас было и для того чтобы фотошопе это все исправить мы заходим получается фильтр выбираем другое и здесь у нас есть сдвиг так давайте галочку точнее замочек уберем с нашей текстуры пока сейчас секундочку делаем сдвиг вот здесь у нас есть по вертикали и по горизонтали то есть если мы будем сдвигать ее по вертикали она у нас будет вниз уходить и как видите у нас вот здесь шов получается так примерно я не помню конечно разрешение данной текстуры а 4096 на 2304 ну давайте принципе нам достаточно такого сдвига чтобы посмотреть и вот я примерно сдвинул ее до центра и как раз таки мы вот этот крест сейчас исправим для этого мы выделим давайте лассо выберем и начнем выделять элементарно вот этот шовчик который нам нужно будет исправлять я его выбираю не совсем ровно для того чтобы по краям какие-то все-таки элементики у нас нормально сохранять мы его выбрали делаем заливку с учетом содержимого надеюсь у вас русский язык стоит и здесь на контрольном просмотре мы можем видеть как раз таки что у нас получается есть элементы которые мы можем исключить зеленое то что у нас включена да и как видите то что у нас вот здесь вот было продолжение мы это вот чуть-чуть затираем по сути мы можем здесь чуть убрать и как видите у нас изображение чуточку меняется но получается не совсем качественно потому что начинает либо остро идти либо где-то какие-то огрехи появляются да ну вот здесь я думаю что более-менее сейчас красиво все выглядит нажимаем ok и как видите у нас появилась дополнительный слой давайте его сразу объединим с предыдущим и у нас вот была линия она затерлась и также мы по этой оси тоже исправляем вот так давайте захватим побольше чтобы не было проблем с данной штукой так теперь мы также делаем заливку с учетом содержимого и что у нас появляется да прям практически нормальные стыки есть кое-где огрехи так ну давайте все это по быстренько мы сделаем вона представим что здесь отлично нажимаем ok если что можно также снова объединяем и с помощью контрол выделяем их так ну можно определенно затирать если вдруг что-то у вас еще вышло не очень качественно да то есть вот здесь вот мы сейчас еще больше сгладили очень хорошо про получается так давайте все объединили но если мы вдруг вот эту текстуру поставим на наше изображение да то есть переведем ее сюда вот здесь вот эта часть у нас все равно будет вот такая вот сплющенная мы ее тоже сейчас будем править вот предыдущая текстура которым мы создавали да вот она как раз таки является hd и рай и вот это дуга так скажем образно означает что большей части она была создана для hd рай но и здесь мы еще можем заметить то что у нас вот здесь вот сверху определенное количество черная полоса такая и там нету наших звезд и здесь тоже самое есть звезды но они вот немножко потянуты то есть вот эта часть и вот эта часть у нас должны быть очищены либо в данном случае очищены потому что мы красиво и четко не сделаем стыковку из-за это наших нашей текстуры давайте перейдем снова сдвиг здесь мы можем уже по нулям прописать нам больше не нужен сдвиг если мы побалуемся вы уже не увидите стыка вернулись к исходному изображения только мы чуть-чуть вот затерли те моменты которые как раз таки исправляли теперь чтобы у нас все нормально было как говорится да но нам до изображение из-за того что у нас вот здесь потянута сверху все находится все элементы находится где-то в краях давайте все-таки сделаем сдвиг и перенесем получается по как это у нас да вот где-то вот здесь по горизонтали чуть-чуть сбавим и по вертикали чтобы наше изображение вот вот как-то так было примерно то есть сейчас мы как раз таки сможем сделать очистку вот этих элементов давайте выделим прямоугольник вот вот этого элемента ну естественно вот этого элемента то есть вот эти элементы нам нужно почистить иначе их сожмет так давайте создадим пока новый слой выберем какой-нибудь свет ну представим что вот этот будет у нас на фоне либо черный какой-то все зависит от вашего изображения и делаем заливку сейчас у нас все вот так изменилось но давайте все таки сделаем более такого цвета заливочку я думаю будет качественнее но видите да ну и для того чтобы вот этого острова не было у нас нам придется также сделать вот эти элементы то есть сделать размытие чуть-чуть для начала нам нужно объединить их сейчас делаем размытие так выделю делаем заливку с учетом содержимого примерно смотрим представим что нам это нравится здесь вот сейчас я за ну это слишком остро окей будет вполне достаточно уже какая какой то есть сглаживающий элементик теперь мы делаем то же самое здесь давайте вот так вот как-нибудь захватим также сделаем сначала объединить иначе будет проблема и делаем заливку с учетом содержимого смотрим о все отлично сгладилось мне уже более-менее нравится все наши текстуры готовы давайте ее сохраним в данном виде сохранить давайте сохранить копию пусть это будет у нас и меньше какой-нибудь 2 да то есть чтобы именно наименование было другое так сохранили я выбрал просто качество там 12 то есть высокая заходим на конвертацию в данном случае нам нужен джипе потому что у нас джипе делаем джипе га hd рай выбираем нашу джипе файл который мы только что сохранили сейчас происходит конвертация так и делаем сохранение нашего изображения hd рай теперь давайте закинем его сюда вот вот он hd рай наш открыть импортинг при пейлинг текстура про происходит да все наше изображение как видите вот она то что мы вырезали сгладили принципе красиво получилось изменяем наше значение сейчас у нас чуть-чуть притормозит потому что обработка происходит так меняем текстурную группу skybox можем также юзер интерфейс поставить чтобы по качестве не было делаем сохранение и давайте поставим вот мы сейчас смотрим наверх то есть если вот посмотреть вниз вот наверх что внизу у нас вот линия что наверху линия и здесь как раз таки вот эта связка переходим материал точнее сначала давайте выделим а вот наше изображение выделено теперь выделяем текстер сэмпл и нажимаем применить наши и мэйч 2 делаем сохранение и как видите то что мы исправили вот здесь небольшой косяк это надо будет второй раз проходить вот эту штуку выделять и чуть-чуть ее убирать это в данном случае вот эта штука и и скорее всего надо тоже загладить потому что вот она везде повторяется возможно есть проблема из этого так и ну как видите снизу у нас нету прям такого сглаживания вы точнее это скомкование нашей текстуры ну и сверху вот она тоже чуть-чуть чистенькая но тоже можно было немножко больше времени поработать на ней и как видите вот здесь только чуть-чуть виднеется наша линия а здесь уже более-менее такая она скрытая так надеюсь вы это поняли а теперь как вообще установить скайсферу то есть если мы скайсферу здесь сейчас удалили да у нас здесь мы ее выставить play sector не можем для этого нам необходимо во первых зайти в settings который у нас находится контент браузера включить engine контент и здесь во вкладке engine давайте сделаем поиск sky и мы как раз таки попадаем образно в то место где у нас те элементы по sky да в данном случае бпс кайсфер вы можете поставить ее перетаскивание на сцену но это скайсфера кстати из четверки они ее не удалили давайте ее удалим если вы не видели то в пятерке была не тип эктор до стоял статик мышь то есть но можно поставить статик мышь можно поставить скайсферу но если вы поставите скайсферу к сожалению вам придется ее дублировать то есть копировать давайте я сначала покажу как было на пятерке здесь у нас есть sky сфер мэш давайте по статик мышь выставим еще фильтрацию вот он с sm sky сфер вот еще сам sky сфер какая из них но принципе и это тоже подойдет то есть мы вытащили статик мышь давайте перейдем наш sky так выключим фильтрацию по статик мыши и поставим нашу наш материал на нашу sky сферу и как видите все отлично у нас отрабатывает наш сглаженная штука то есть и вот так вот давайте теперь посмотрим насчет того bp sky сфера которая у нас работала раньше в четверке но и в пятерке она осталась то есть ее тоже можно использовать если вы начнете вот выделите sky сфер мэш начнете сюда устанавливать ваш материал он не заработает потому что есть небольшие нюансики с этим элементом так что мы берем эту sky сферу которая в движке до либо делаете дубликат либо берете тащите ее нужную папочку и мув то есть не копия точнее не мув а копия потому что если вы перенесете у вас везде где было sky сфера она может либо исчезнуть либо сломаться в общем так что делаем обязательно копию и теперь у нас имеется своя копия sky сферы мы ее можем выставить можем также зайти в нее нам обязательно надо зайти чтобы в construction скрипт здесь вот как раз таки есть установка материала то есть из-за этого мы не смогли в стандартный сделать изменение нашей текстуры сейчас у нас копия и мы гораздо приятнее можем все изменить и не бояться что у нас все сломается сейчас я поставил нашу наш материал делаем компайл сохранение и вся наша текстура как раз таки уже установлена надеюсь это было видео очень полезно всем спасибо до скорой встречи подписывайтесь на канал до свидания